Девушки отдыхают Точно так же, как и мы с вами. Мои гости считают, что ребенка стоит почаще прижимать к сердцу с первых дней жизни. Тогда он не будет чувствовать себя одиноко. Можно сказать, что бизнес-леди Татьяна стала благодаря материнству. Тема мамская, тема мне интересная, тема творческая, ну и крута. Когда у нас родилась дочка, где-то в шестимесячном возрасте, у нас возникла потребность в слинге, поскольку у нас машины не было. Хотелось передвигаться активно по городу, хотелось встречаться с подружками. В торговый центр погулять, не тащиться с коляской, это все еще зимой было, очень тяжело с коляской. У нас были нечищенные тротуары. И стал вопрос о классной переноске. Видели на улицах так называемый эрго-рюкзак или слинг-рюкзак. Это гибрид слинга стандартного, когда это отрез ткани длинный, и рюкзака кенгуру. Вариантов было немного, и когда мы купили эту вещь, она оказалась действительно здорово, полезная и отслужила нам больше двух лет. Ну и сразу возникла идея, как это нам моментально пришла, буквально через полдня после покупки, о том, что интересно, сколько это стоит себестоимости. И если такой маленький выбор на рынке, то почему бы не начать заниматься и не произвести такое. Недолго думая, Татьяна с мужем нашли производство в Китае и отправили туда все свои свадебные сбережения. Это и было стартовым капиталом. Рисковали и страшно. Пошили 300 рюкзаков и продавали их год. Еще не потратили наши подаренные свадьбы деньги, плюс мы откладывали, постепенно хотели машину купить. Первые два года мы работали с китайской фабрикой, и после этого мы поняли, что надо что-то менять, и начали искать производство в Украине. Забота о детях, и не только своих, стала частью жизни Тани и Леши. Важно только вложить в дело душу, и другие это почувствуют. Ведь мамочек не обманешь. Мы отживаем специально продукцию, раздаем ребятам, молодым мамам, чтобы они могли протестировать и сформулировать свое мнение. Мы делаем продукт для себя, и это правда, потому что первыми тестерами нашей продукции, всех наших слингов, являются наши детки. Работать для себя – это здорово. Когда ты создаешь что-то сам, возникает продукт, который нравится другим, который получает хороший отзыв, это очень вдохновенно. И приносит больше удовольствия, чем если ты делаешь какую-то техническую работу для кого-то. Мне кажется, что каждый человек должен быть на своем месте, и я сейчас на своем.